Звуки из прошлого События в Андижане, они не произошли спонтанно. Сегодня уже у нас есть сведения, сегодня у нас есть уже достаточно данных, говорит о том, что для того, чтобы подготовить это выступление в Андижане, потребовалось минимум 3-6 месяцев. Они надеялись на то, что и местная власть, и центральная власть не проявит никакой твёрдости. То есть всё, что возложено на администрацию, это всё, так сказать, не будет исполнено, так как это имело место в соседней Киргизии. В тот день на центральной площади Андижана люди ждали приезда Ислама Каримова. По городу распространился слух, будто к митингующим едет президент, чтобы выслушать их требования. До этого люди десятки раз писали главе государства о бесчинствах его чиновников, о том, что новый мир Андижана занимается неприкрытым рейдерством. Причиной народного бунта тогда стал несправедливый суд над группой андижанских бизнесменов, арестованных летом 2004 года по обвинению в религиозном экстремизме. Если это говорит, что это андижанские события организованы террористами, тогда почему правительство серьёзно не относится к телеграмме нашей организации? Или когда 350 человек отправлял президенту и других структур жалоба, что они становятся жертвами питок и нарушаются всех их прав, почему тогда правительство серьёзно не относится к телеграмме? Российская Ассамблея ООН призвала Ташкент провести международное расследование андижанской бойни. В ответ Ислам Каримов заявил, что это внутреннее дело Узбекистана, и тогда США и Евросоюз ввели санкции против Ташкента. Сейчас, по официальным данным, жертвами андижанской трагедии стали 187 человек. По неофициальным, число жертв доходит до полутора тысяч. Сотни андижанцев до сих пор не могут найти своих родственников. Люди утверждают, что в дни трагедии власти массово хоронили тела недалеко от города. Вот в таких ямах. Иностранные журналисты, побывавшие на месте, насчитали не менее 40 захоронений, обозначенных табличками с цифрами. Андижанские ташкел-организации, они сколько список сделали, сколько в этом списке, правительственном списке был или нет, вот это сравнение, вот это все, они не успели распространять. Когда правительство Узбекистана узнал, что они создают список, сразу после этого у них началось давление и они вынуждены были прекратить. Поэтому я думаю, вот хотя бы примерный список восстановить будет очень трудно. В течение девяти лет власти Узбекистана пытались полностью изменить облик Андижана, словно заметая следы массовых убийств. Практически заново отстроена центральная улица города, где разворачивались кровавые расстрелы. От введенных Западом санкций тоже ничего не осталось. США и Евросоюз больше не припоминают Исламу Каримову об Андижане. Узбекский лидер иногда посещает европейские столицы. Об Андижане девятилетней давности сейчас пытаются напомнить только вот эти диссиденты, которые в годовщину трагедии проводят в Европе митинги. Но их голоса, видимо, больше никому не интересны. Субтитры создавал DimaTorzok